Творческая элита, мастера сцены, драматургия, режиссеры, жюри, критики и журналисты обсудили старт грандиозного события еще до начала феерии. Зараз мы с радостью можем сказать, что белорусская драматургия не просто яснует, и она потиху завоевывает свет. Потому что, если, например, на минулом фестивале было только 20 заявок на конкурсную программу, выключено от белорусских театров, то в этом году было 27 заявок. Круглые столы, мастер-классы и даже читки пьес – это в традициях фестиваля национальной драматургии. Среди так нужных во все времена новых форм – лекции и экскурсии. И если пятый фест длился пять вечеров, то седьмой, впрочем, как и шестой, на сутки дольше. В этом году, во-первых, расширились границы нашего фестиваля, и белорусскую драматургию будут представлять другие страны. Это Грузия, Украина и Россия. Значит, все представленные спектакли в программе фестиваля исключительно по авторам, белорусских авторов. Честь открыть программу выпала Национальному академическому драматическому театру имени белорусского классика Якуба Колоса спектаклем «Симон Музыка» режиссера Михаила Краснобаева. Милый кут мой, дядо, что милей в свете Божьей, этих светлых пирогов. Михаил Краснобаев предложил еще более трагичный, чем первый колоссовский финал. Он навеян жесткими реалиями современной жизни, в которой правит прагматизм. И человек с тонкой, открытой душой не может найти свое место в обществе. Его сердце разрывается, как струны поломанной бездушными людьми скрипки. Нет смысла пересказывать сюжет постановки. Он условен. Акцент сделан на внутренней коллизии, которую переживает главный герой, преодолевающий выпавшие на его долю испытания. Был Симонка неподобный до других. Это был Клапчук Особу. Я в удачах живых думка некая блескала. Театральный форум – возможность увидеть интересные проекты, креативные постановки и познакомиться с творчеством белорусских авторов. В афише – сатирические пьесы, мюзиклы, мифы, мистерии, сюрреалистические постановки и моноспектакли. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.